Сегодня у нас очередное заседание будет, в котором будет по плану 45 вопросов, из которых 30 основных. Ну, наверное, базовым будет правительственный час с участием министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Наша фракция подготовила и отправила 94 вопроса, на которые мы получили 130 страниц ответов. Но, тем не менее, мы считаем, что среди вопросов, которые стоило бы МИДу более предметно работать, это вопросы более принципиального подхода к нашим соседям. Ну, о чем я? Если вы посмотрите, то больше всего инициаторов санкций – это прибалтийские так называемые государства, которых Петр Первый по известному договору выкупил вместе с курами, коровами и всем прочим, еще после Северной войны. Но вы видите, что они хамят, а наш МИД молчит. Второй вопрос, посмотрите. Есть договор аренды Сайменского канала. То есть Финляндия вообще остается, если мы разорвем этот договор, она останется без транспортного водного коридора в Финский залив. Они хамят, а мы молчим. В 2010 году, вы помните, Россия ратифицировала с подачи МИДа соглашение о разорвлечении морских территорий в Баренцево море с Норвегией, по которым, по нашему мнению, подарила 176 тысяч квадратных километров как раз с рыбным нерестом и пятью нефтяными, вообще-то, месторождениями, что, по мнению многих экспертов, является ущербным для России. Норвегия, если верить известному журналисту американскому, участвовала в подрыве вместе с Америкой наших нефтепроводов Северного потока. Но, наверное, реакция должна быть МИДа. Тем более, мы уже на палате поднимали вопрос о необходимости денонсации и этого соглашения. Вы знаете, что есть еще одно соглашение между СССР и США о разорвлечении водных территорий Берингово пролива, где также отданы очень серьезные участки моря, которых можно указом президента отменить. Но по данной тематике тоже нет никаких инициатив. Ну и, конечно же, мы глубоко убеждены, вот вчера, 17-м вопросом, пытались скрыть, ну, скажем так, серьезные недоработки при формировании бюджета, да, ну и умыканию наших средств. По большому счету, я вот вам говорю, у меня есть письменный ответ. У нас только по законам об избежании двойного налогообложения ежегодно 5 триллионов 200 миллиардов уходит только дивидендами. Вот 84 страны. Большая часть из них как раз уходит куда? Нидерланды, которые тоже, как и Прибалтика, являются одной из стран, которые регулярно инициируют всякие антироссийские шабаши. Ну, почему нам взять и не денонсировать все эти вопросы? Ну, и, конечно же, мы глубоко уверены, что России необходимо выйти из всех договоров, которые нам, кроме вреда, ничего не дают. Но обратите внимание, американцы и британцы являются самыми первыми и главными инициаторами всех санкций. Ну, почему-то против них России введено санкции в два раза меньше, чем они против нас. Они стреляют ракетами из титана, которые мы ему поставляем. Они поставляют вооружение, сделанное из нашего металла. Их танки и БТР ездят на ГСМ, которые поставляют нефтеперерабатывающие заводы Бургаса и в Румынии. Ну, наверное, что это не совсем подход военный. Поэтому мы будем настаивать и ставить вопрос перед МИДом о том, что эти вопросы, надо ускорить их решение. Сегодня целый ряд законопроектов в повестке дня будет рассматриваться. Ряд из них касается наших программных предложений, потому что мы продолжаем настаивать на том, что в нынешних условиях нужно не сливаться с властью, как предлагают некоторые наши коллеги в Государственной Думе, а наоборот еще активнее проводить свою линию, потому что она не только обусловлена нашими идеологическими установками и взглядами на то, как надо проводить политику, но и является прямым требованием времени. В частности, я бы хотел особо обратить внимание на два законопроекта. Один из них касается вопросов пенсионного обеспечения, а второй – вывозов капитала. Первый – мы предлагаем, депутаты нашей фракции, освободить от уплаты подоходного налога проценты по вкладам для неработающих пенсионеров. Совершенно очевидно, что это одна из тех категорий, которая нуждается в усилении ее социальной защиты. Пенсионеры у нас, в принципе, находятся на очень ущемленном положении, особенно после пенсионной реформы 2018 года, когда подняли пенсионный возраст, впаяли всем гражданам по 5 лет принудительных работ, да еще и фактически изъяли огромное количество денег, которые люди просто недополучат за эти годы, которые они уже должны были бы быть на пенсии. Мы знаем, что продолжают ущемляться права работающих пенсионеров, им толком не индексируется пенсия как следует и так далее. Но и при общем низком объеме тех пенсий, которые получают наши граждане, конечно, то, что делается сейчас, то, что взымается подоходный налог даже с тех очень скромных сбережений, которые имеются у наших сограждан, ну, на наш взгляд, это просто неприлично. Поэтому мы выступили с инициативой, чтобы подоходный налог с вкладов для неработающих пенсионеров отменить. Причем там отдельно сделана оговорка о том, что это распространяется только на суммы до определенного предела, потому что мы понимаем, что раньше или позже пенсионерами становятся и олигархи, и министры. Да, у них вклады такие, что и проценты с них, будь здоров, поэтому на них действия такого законопроекта распространяться не будет, с них он будет браться, этот поддоходный налог, а по-хорошему бы следовало бы давно ввести и прогрессивную шкалу налогообложения, то, о чем наша фракция всегда говорит, то, на чем мы настаиваем, потому что, да, целый ряд законопроектов уже неоднократно вносился, уже сейчас тоже на рассмотрении есть соответствующие инициативы, и мы убеждены, что это могло бы серьезно пополнить казну, особенно в условиях того, что Минфин отчитался, что за январь этого года у нас значительное падение на 28% нефтегазовых доходов и на 59% рост расходов. Это говорит о том, что возникает достаточно серьезный разрыв, который в будущем, видимо, будет лишь нарастать, и, соответственно, нужно сделать все необходимое для того, чтобы закрыть эту прореху в казне. Вот один из вариантов решения этого вопроса как раз было бы введение прогрессивной шкалы налогообложения. Второй законопроект, который тоже касается экономики и, на самом деле, хоть и опосредованно, но связан с предыдущим, касается вывоза капиталов из нашей страны. Мы предлагаем ввести норму об отмене ранее введенных положений, которые в 2021 году были приняты, которые позволили крупным олигархическим структурам оставлять валютную выручку от продажи золота, серебра, зерна и целого ряда других товаров за пределами страны. Мы считаем, что эту норму надо отменить и обязать их оставлять, эти валютные доходы, в нашей стране, как это, собственно, и было раньше. В 2021 году фактически легализовали эту деятельность, хотя раньше она была наказуема и большими штрафами, а в особо крупных размерах там можно было попасть даже под уголовку. Но, тем не менее, мы понимаем, что парламент в том составе, в котором он работает сейчас, в условиях господства только одной партии, у которой, собственно, контрольный пакет голосов, принимает классовые решения в интересах богатого и сверхбогатого меньшинства. Поэтому вот такая инициатива от нашей партии, она тоже позволила бы значительно оздоровить экономическую обстановку. Спасибо. О чем сказал Денис Андреевич, оно стимулировало в прошлом году вывоз капитала более 250 миллиардов долларов. И, по мнению экспертов, если ее не отменить, то в этом году этот вывоз будет 400 миллиардов. В весеннюю сессию Государственная Дума довольно много законопроектов рассматривает, связанных с природоохранным законодательством, с экологией и животным растительным миром. В частности, вот на прошлой неделе Государственная Дума рассматривала законопроект, посвященный созданию мониторинговой сети за многолетними мерзлыми породами. Это правильное, своевременное решение. Действительно, такая система должна быть, потому что многолетние мерзлые породы занимают 65% территории Российской Федерации и существенно влияют на климат, на наши климатические изменения, на инфраструктуру на севере, на жителей, граждан и так далее. Однако, к сожалению, в теле законопроекта предусмотрено, что создание этой мониторинговой сети будет происходить на базе Росгидромета. С моей точки зрения, с точки зрения нашей фракции, это неприемлемо, это неправильно, потому что, во-первых, система Росгидромета, она нацелена совершенно на другие задачи, а с другой стороны, испытывает огромное количество проблем финансового плана. Это и сокращение работников этой сферы, это оптимизация сети метеостанций, в том числе в самых сложных климатических и физико-географических условиях на севере, на крайнем севере. Действительно, эта проблема такая существует, которая очень острая, и действительно, новая полномочия, которая им передается этим законом, не позволит в полной мере реализовать те задачи, которые стоят перед государством и закладываются в рамках этих полномочий. Наоборот, наша поправка, которую мы рассматривали, принимали, должны были принять при рассмотрении бюджета, предусматривала кратное увеличение отрасли метеорологической для того, чтобы эти проблемы решить. Тогда можно было бы декаблательные полномочия передавать, но, к сожалению, эта поправка была заблокирована в свое время, и теперь отрасль точно так же недополучает денег, соответственно, не может в полной мере эффективно работать. Кроме того, сегодня рассматриваются части законопроектов, которые действительно имеют большое значение. Например, изменение в закон о недрах, который предусматривает обязательным условиям при пользовании недрами проведение мероприятий по охране животного, растительного мира, а также среды обитания живых организмов. Считаю, что это совершенно своевременно, совершенно правильный подход по той простой причине, что мы систематически сталкиваемся с ситуацией, когда недропользователи существенным образом нарушают окружающую природную среду, вредят животным и растительным организмам, при этом практически никакой ответственности за это не несут. Это связано с золотодобычей, нефтяной отрасль и так далее. Поэтому в данной ситуации, в условиях, когда у нас действует мораторий на проверку юридических лиц по этим направлениям, действительно принятие этого законопроекта позволит сохранить нашу окружающую природную среду и, возможно, снизить антропогенную нагрузку на нашу экосистему. Продолжение следует...